Здравствуйте! Вы смотрите «Дайвича» в студии Ксения Фрик. И вот о чем мы расскажем сегодня. Сбил пешехода и скрылся. В Кирове разыскивают водителя, который наехал на человека Башарова. Ну, удар в спину произошел, он не помнит, что с ним произошло. Бросим, машину нанимаем, сообща, по 200 рублей с человека. Ни к врачу сходить, ни хлеба купить. Жители села в Куменском районе оказались отрезанными от цивилизации. Пытался на гитаре научиться тренькать, но у меня один палец три струны закрывает и вышло. На гитаре не сыграли, но зато спели. Иосиф Кобзон и Николай Валуев посетили фестиваль авторской песни «Гренландия». Стоял около 35 минут, пока меня снимали 3D-сканер. Оскар по-кировски. Студенты создали статуэтку для вручения талантовым писателям. В Омской казарме, которая обрушилась накануне ночью, находились кировские призывники. Никто из них не пострадал. Напомню, трагедия произошла в воскресенье 12 июля около 11 часов ночи, когда ребята уже спали. В одной из секций казармы обрушились перекрытия. Погибли 23 военнослужащих. Всего в момент ЧП в здании учебной части ВДВ находились больше 300 человек. 56 из них кировчане. Как рассказала председатель Кировского комитета солдатских матерей Елена Санникова, никто из них не пострадал. В момент обрушения кировчане находились в другой части здания. После происшествия они позвонили домой, чтобы успокоить близких. По факту происшествия военноследователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В минувшие выходные кировские полицейские задержали больше 40 нетрезвых водителей. Поймать их удалось благодаря рейдам по загородным трассам. Сейчас нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей и лишение прав. Кроме этого, за выходные в области произошло больше 20 аварий. Подробнее о некоторых из них расскажем далее. Мужчина лежит на земле вокруг медики скорой помощи и полицейские. Несколько минут назад 32-летнего молодого человека сбила машина. Врачи пытаются оказать пострадавшему первую помощь. Ставят капельницу. Это ДТП произошло в субботу 11 июля около 7 часов вечера в деревне Башарова. Возле поляны, где в этот момент проходил Всероссийский фестиваль авторской песни Гренландии. Водитель, который сбил мужчину, с места аварии скрылся. Сейчас его ищет полиция. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и также проводятся разыскные мероприятия, в ходе которых будет установлен виновник дорожно-транспортного происшествия. После того, как водитель будет задержан, будет принято решение о том, какая ответственность будет к нему применена, в зависимости от тяжести полученных травм пешехода. Еще одно серьезное ДТП произошло также в субботу, но уже в Куменском районе. Водитель иномарки пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ладой» 15-й модели. От удара иномарка улетела в кювет. Чтобы помочь пострадавшим, на место выехали около 30 спасателей. Они достали людей из искореженных автомобилей. В аварии никто не погиб. Еще одна авария произошла на девятом километре трассы Киров-Стрижи. 22-летний водитель «Шевролет Лачетти» превысил скорость и врезался в машину, которая ехала впереди. В результате аварии пострадала женщина. Всего за минувшее выходное на дорогах области произошло больше 20 ДТП. Поэтому сотрудники ГИБДД просят автомобилистов быть внимательными на дорогах и правильно выбирать скорость. Екатерина Зубарева, Ксения Фрик и Александр Брызгалов. Бюро новостей Дэвича. Не обошлось в области без пожаров. За выходные сотрудники МЧС 11 раз выезжали тушить горящие дома в разных районах. Но избежать жертв не удалось. Два человека погибли в огне в поселке Климковка Белохолуницкого района. В воскресенье около трех часов дня загорелся частный деревянный дом. В этот момент в здании находились люди. По предварительной информации погибшими оказались не хозяева дома, а их гости – мужчина и женщина. Они отравились угарным газом. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняется. Измеряют давление, берут анализы и, если необходимо, экстренно оказывают первую помощь. Кировские терапевты пошли в народ. Правда, посещают они только тех кировчан, которые в поликлинику сами вряд ли придут. Зачем в подобных рейдах врачам помогают полицейские, расскажет Светлана Калышницына. Можно вас посмотреть? Что у вас болит? У вас все хорошо? Житель Нововятского района Константин врача на дом не вызывал. Заведующая терапевтическим отделением первой поликлиники Наталья пришла сюда сама, хотя это даже не ее участок. С прошлого месяца она вместе с участковым приходит в так называемые неблагоприятные места, где люди ведут асоциальный образ жизни, чтобы осмотреть вот таких кировчан и оказать, если нужно, медицинскую помощь. Давайте еще съездим на другой адрес. Такие рейды в нашем городе стали проводиться после весеннего указа министра здравоохранения. Для этого при каждой поликлинике создана подобная медико-социальная группа. Мы стараемся на каждом участке выявить неблагополучные места, неблагополучных пациентов, как бы нам пылиться, помогать в том, что мы иногда не знаем, кто освободился из мест лишения свободы. Мы должны за ними пристально наблюдать. Был интерес проверить их, не страдают ли инфекционными заболеваниями, типа туберкулеза, может быть, переносят какую-то... Для них самих польза. Они сами бы никогда не пошли в больницу. Вы меня узнали? Конечно. В этом доме Наталья уже была в прошлом месяце, поэтому сегодня повторный осмотр уже знакомых пациентов с известными проблемами. Вы гипс сняли? Покажите. Вернется сюда и в третий раз, уверяют врачи, ведь деятельность медико-социальных групп только набирает обороты. Хотя пока и раз в месяц ходят терапевты городских поликлиник в подобные рейды, результат все равно есть. Например, этот мужчина побывал в гипсе и уже успел его снять после перелома. Пока в поле зрения медиков и полицейских взрослое население. В ближайших планах обратить внимание и на детей. Светлана Калышницына, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. А жители села Рябиново в Куменском районе на помощь врачей не рассчитывают. Уже больше месяца они, как сами рассказывают, отрезаны от цивилизации. В село перестал ходить единственный автобус. Теперь добраться до Кумен, а там больница, почта и все остальные социальные учреждения, они не могут. В чем причина? Об этом в следующем сюжете. Это село Рябиново Куменского района. Здесь проживают более 200 человек, в основном пожилые люди. До центрального поселка 12 километров. Это всего лишь 40 минут на автобусе. Но так было раньше. С мая жителям приходится добираться до Кумен пешком или на попутных машинах. По слухам, рассказывают местные жители, их единственный автобус сломался. И теперь добраться до больницы, почты или аптеки стало гораздо сложнее. Но на самом деле автобус исправен. Просто водитель Виктор Шульмин сначала заболел, а потом ушел в отпуск восстанавливать здоровье. Заменить шофера было некому. Он тоже, как и автобус, единственный в селе. И каждого своего пассажира знает лично. Бывает, когда 20, бывает 30, бывает, когда даже один. Вот после праздника выезжаю, бывает, что вообще народ не едет. Одного человека, бывает, везу. Но выехать в рейс водитель пока все равно не может. Основная причина – это отсутствие лицензии. Автобус принадлежит местной агрофирме. И спустя пять лет разрешение на перевозку пассажиров у них закончилось. Сейчас предприятие снова готовит документы на получение лицензии. В течение месяца документы будут оформлены, лицензия получена. И примерно где-то числа 10-15 августа мы возобновим перевозку пассажиров. А пока жителям села Рябинова придется и дальше испытывать неудобства. Рассчитывать на помощь со стороны местных властей они уже давно перестали. Как рассказывают глава Куменского района, на их обращение совсем не реагирует. Вот и в этот раз на собрание его приглашали. Но ни он, ни другой представитель районной администрации к людям просто не пришел. Ксения Фрик, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича. В Кировской области составили первый рейтинг управляющих компаний. Оценивать организации жители региона начали еще в апреле этого года. Среди критериев – качество услуг и количество жалоб на компанию. Также учитывали работу с собственниками квартир. В итоге в тройку лидеров вошли Вятскополянская компания, ЖКК «Трим», Кировская Азбу Кобыта и Жилремкомплекс. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Администрация города сэкономит на ремонте кировских фасадов. В этом году планируется начать внешнюю реставрацию зданий. Всего в списке 17 адресов. Среди них и объекты культурного наследия. Вопрос о подрядчиках, которые будут восстанавливать облик зданий, пока остается открытым. Дома планируют отштукатурить и покрасить. На проведение ремонта будет потрачено 9 миллионов рублей, вместо запланированных 10. По словам чиновников, сэкономленный миллион останется в городском бюджете. Сотрудники полиции ищут подозреваемого в мошенничестве. По версии следователя, неизвестный мужчина обманул пенсионерку. Она рассказала, что подозреваемый позвонил ей по телефону и назвал мамой. Женщина подумала, что это ее зять. Тем временем, мужчина сказал, что у него проблемы, и чтобы их решить, ему нужно 100 тысяч рублей. Женщина отдала неизвестному 30 тысяч и после этого поняла, что ее обманули. По данным пострадавшей, мужчина был одет в темно-синее джинсы, черную куртку, на голове была джинсовая кепка. На вид ему 30-35 лет. Всех, кому известен этот человек, просят позвонить по телефону 36 16 22 либо 02. Кировчанам покажут фильмы на испанском. С 12 по 21 августа на улице Спаской под открытым небом пройдет традиционный кинофестиваль. Однако, по данным организаторов, в этом году это будут не только кинопоказы. Все желающие смогут посетить уроки испанского языка, а также мастер-классы по фламенко и сальце – традиционным испанским танцам. Такой фестиваль пройдет в Кирове уже в пятый раз. Ранее кировчан знакомили с кинематографом Германии, Франции, Польши и Италии. Сейчас небольшая пауза, и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. На гитаре не сыграли, но зато спели. Иосиф Кобзон и Николай Валуев посетили фестиваль авторской песни «Гренландия». Оскар по-кировски. Студенты создали статуэтку для вручения талантливым писателям. «Жемчужина» одолела Олимпию, как проходила игра областного чемпионата по футболу. Это «Давичи», продолжаем выпуск. Больше 200 тысяч человек в эти выходные собрались на берегу реки Быстрица. В 23-й раз в Башарово прошел фестиваль авторской песни «Гренландия». Ежегодно здесь собираются поклонники бардовской музыки из городов России и ближнего зарубежья. В этом году на фестиваль приехали и почетные гости – певцы Иосиф Кобзон и Олег Митяев, а также Николай Валуев. Умеет ли известный боксер петь, узнали мы с оператором Александром Брызгаловым. Всероссийский фестиваль авторской песни начался с выстрелов. Военно-патриотический клуб «Фронт» подготовил для зрителей историческую реконструкцию боя под Берлином 311-й Кировской дивизии. В этом году «Гренландия-2015» посвящена 70-летию Великой Победы. Среди почетных гостей – инородный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. На встречу с журналистами он на время забыл о творчестве. Особое внимание уделил ситуации на Украине и санкциям. Выживем. Как моя бабка говорила, была бы картошка. И больше ничего не страшно. Была бы картошка и мир. А мы привыкли переживать трудности. А сегодня, я думаю, что сегодняшняя акция, она войдет в сердца всех тех, кто к ней прикоснется. Все песни на фестивале в этом году посвящены патриотизмам. Даже за стол наш земляк и депутат Госдумы Олег Валенчук сел с гитарой. Ему подпевает еще один почетный гость Гренландии – генерал армии Михаил Моисеев. А вот чемпион мира по боксу Николай Валуев признался – вокал – это не его конек. Пытался на гитаре научиться тренькать, но у меня один палец, три струны закрывает. Не вышло. В общем, для меня остались только ложечки и барабанчики. Как для зайцев. Поэтому, когда мы выбираемся с друзьями в костру с палатками рыбу ловить, первый пень – это мой, значит. Усаживаешься, второй пень чуть повыше и что-то там выбиваешь. Вот и вся моя авторская песня. На сцене Гренландии народный артист России – Олег Митяев! Этого гостя участники фестиваля ждали с нетерпением. Олег Митяев – символ авторской песни. По-новому дороги кто-то живет. У сцены собрались более 20 тысяч жителей страны. От Калининграда до Владивостока. О Гренландии знают и за пределами России. Например, Ирина Примак приехала из Казахстана. На этом фестивале она впервые. Честно, очень сильно поразило. Это просто чудесно, правда. Не могу сказать, что это самое лучшее место, где мы все-таки были. И сам город, и сама эта Гренландия – это вообще прям почти сказка. Уже много лет фестиваль Гренландии является визитной карточкой региона. Глава города Владимир Быков отметил высокий уровень организации мероприятия. Этот фестиваль является действующим проектом партии «Единой России». И, собственно говоря, дух партии, открытость, общение с людьми, он и звучит. И, собственно говоря, фестиваль весь этим пропитан. Что здесь люди могут спокойно говорить, люди могут спокойно общаться. Это, наверное, дорогого стоит. Главный концерт продолжался почти всю ночь. Он проходил под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». Помимо известных и любимых композиций, зрителям удалось оценить и новые произведения авторской песни. В следующем году организаторы Гренландии ожидают еще больше участников. Иосиф Кобзон обещал привезти сюда своих внуков. Скульптуру русского классика Михаила Салтыкова-Щедрина сегодня подарили Краеведческому музею. Эту композицию преподаватели-студенты Вятского государственного университета создали в преддверии юбилея писателя. Екатерина Зубарева пообщалась со студентом, который стал одним из прототипов из вояния. Сходство между Сергеем Машкиным и скульптурой писателя Салтыкова-Щедрина сразу разглядеть сложно. Однако именно Сергей, а точнее параметры его тела, послужили прототипом для этой работы. Несмотря на то, что писатель был небольшого роста, позировать предложили высокому студенту, чтобы придать будущей скульптуре величие. Создавали извояние русского классика не обычным методом, а при помощи 3D-печати. Я вставал в этом костюме абсолютно в такую же позу, как на статуэтке и стоял около 35 минут, пока меня снимали 3D-сканеры. Эту скульптуру сегодня подарили Краеведческому музею. Достался подарок и областному правительству. Его представителям вручили коллекционные юбилейные монеты и набор статуэток. Каждый год такие фигуры, или, как их сегодня назвали, Оскары, будут получать талантливые писатели области. Члены правительства подарок не только оценили, захотели ещё. Как мы увидели Оскары для Салтыкова-Щедрина. Василий Владимирович, у нас есть Всероссийская премия имени Александра Грина. У нас есть Всероссийская премия имени Александра Герцена. Пока вот их три. Услышали? Спасибо. Над созданием этой работы студенты и преподаватели университета трудились целый год. И, по словам автора идеи Максима Наумова, старания даром не прошли. Очень сложно говорить о результате, потому что это год работы очень тесный, поэтому всё своё родное. И критиковать нелепо и глупо. Но я думаю, что да, всё, что задумано, удалось. А это самое важное. Увидеть работу активистов теперь смогут все кировчане. В ближайшие дни скульптуру привезут в дом музея Салтыкова-Щедрина. Там же можно будет оставить отзыв, написать о своём отношении к новому памятнику. Екатерина Зубарева, Дмитрий Подлевских. Бюро новостей Довича. Жемчужина против Олимпии. 11 июля в Белохолунице прошёл футбольный матч чемпионата области среди команд Первой лиги. В первом тайме лидировала команда из Кирово-Чепецка Олимпия. Игроки этой команды открыли счёт. Однако во втором тайме хозяева поля взяли инициативу на себя. Отправили ворота противника сначала один мяч, а затем за несколько минут до конца игры второй. В итоге встреча закончилась со счётом 2-1 в пользу Жемчужины. Теперь команда-победитель поедет на соревнования всероссийского уровня. Отмечено, таких играх за футболистами наблюдают тренеры различных команд. Они ищут перспективных молодых спортсменов, которые могут перейти в другие клубы. Думаю, игра сегодня хорошая. Получилось, команды равные, борьба была упорная, как вы видели сами, до последней минуты. То есть игра была равна и в ту сторону, и в другую могли. Выиграть. Соперники, повторю, равные. А так вот даже очень приятно смотреть такой футбол, судить такой футбол. И я думаю, самим футболистам играть приятно. Таким был этот понедельник, 13 июля, глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Дайвича появится на сайте девятка.рум. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Дайвича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ксения Фрик. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...